Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если вы заскучали на работе, проведите совещание с флипчартом и разноцветными маркерами. Если работа на удаленке, используйте Miro. И поверьте, с Miro работать куда удобнее и приятнее, чем с флипчартом. У меня есть внутренний топ-10 и мне кажется это приложение в него входит. Miro это… даже не знаю как правильнее назвать, скорее это бесконечный флипчарт для удаленной командной работы. На бесплатном тарифе он вполне работоспособен, я не нашел серьезных ограничений, несовместимых с жизнью и это еще одно приятное дополнение к хорошему сервису. Кстати, создали его выходцы из России, из славного города Пермь, но развивался он уже к сожалению за пределами нашей богатой талантами Родины. Развивался весьма успешно, недавно привлек 50 миллионов долларов в качестве инвестиций. И это не первые привлеченные средства от бизнес ангелов. Сейчас у мира около 5 миллионов пользователей. И вот мы вошли в число этих 5 миллионов, а может быть даже стали 5 миллионов первым пользователем и нам предлагают несколько предустановленных шаблонов. Выберем например майндмэп и получаем вот такую историю. Сервис очень простой, но очень и очень напичканный всяческими функциями и возможностями. Поэтому рассмотреть его подробно я точно не смогу. Сегодня совсем по верхам, а дальше возможно сделаю продолжение. Как всегда голосуйте лайками и комментариями. На странице у нас есть меню для выбора объектов для вставки. Еще одна панель, даже не знаю, управление что ли. Например отсюда можно вызвать чат. Вообще командная работа здесь является приоритетом, но об этом точно в другой раз. Или вот, панель комментариев. Комментарии оставляют на доске, а здесь они собраны все в одном месте. Тут название доски и будем считать, что мы делаем прототип сайта теплицы. Здесь панель расшаривания, настройки и еще одна полезная вещь, тоже не знаю как назвать, примечания. В общем еще одна доска с информацией о проекте. Я бы предположил, что тут собирается глобальная информация, которую можно упустить, если бы она была разбросана по доске. Ну и тут карта проекта. Доска не ограничена, среднее колесо мыши меняет масштаб, зажатое колесо двигает доску. Каждый добавленный объект расширяет максимальные границы. Ну вот на карте можно видеть всю доску. Можно развернуть ее на полный экран или подогнать под размер окна. Ну в общем примерно как в фигме и других подобных приложениях. Ну и давайте уже что-нибудь порисуем. Выделяя какие-то элементы, по одному их можно редактировать или удалять. Если зажать shift, можно выделить сразу несколько элементов. Так, сейчас у нас выбран вид диаграммы связей. Предположим, что мы создаем прототип сайта Теплицы и нужно выстроить структуру сайта. Эти плюсы увеличивают количество исходящих элементов. Сейчас, пока я добавляю элементы, расскажу, что нам в Теплице стало интересно, используют ли кто-нибудь из российских НКО мира в своей работе. Наташа, главный редактор, провела мини-опрос в Facebook и выяснилось, что используют очень многие. Мы даже не ожидали. Например, фонд нужна помощь или фонд защиты дикой природы. С главой Digital направления WWF я списался и они, например, в мира ввели процесс по контенту на сайте. А Майндмэп как раз использовали для проектирования сайта. Наверное, как-то по-своему я бы сделал так. Тут разделы и подразделы. И содержание главной страницы и основные блоки. Далее все можно развивать и закольцовывать. Но мы пока остановимся и добавим сюда еще доску Kanban. Тоже вещь весьма и весьма полезная при работе над проектом. Добавляем карточки. По мере продвижения процессов продвигаем карточки. Ждем, когда все дойдут до Done, то есть сделано. Причем карточки у нас дублируются еще вот здесь и это также весьма удобно. В таком виде мира уже можно сравнить с Task Manager, тем более, что по карточкам можно добавлять описание, а также теги, назначать ответственных и выставлять дату. Ну и главное, без чего просто невозможно себе представить совещание в солидной организации – это графики. Хоть один какой-нибудь самый простой график должен быть обязательно. Вот такой. Сколько у нас сделано и не сделано в процентном соотношении. Ну и стикер. Разноцветные стикеры на флипчарте – это тоже классика. Уже за одно это мира можно поставить шесть по пятибалльной шкале. В целом ужасно мило. На работу надо идти как на праздник и мира эту атмосферу праздника поддерживает. Все любите друг друга. Кстати после затянувшихся выходных работа многими действительно воспринимается как праздник. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.